Всем привет, мы рады вас видеть. Друзья, всем привет. У нас сегодня распаковка палетов. Как мы понимаем, это у нас палет из Волмарта. Осталось только это выездить, насколько это правда. Совместно с Сэмслаб. Также я хотела купить вот этот палет, но Валера меня отговорил. Вроде как много чего ненужного здесь. Два баскетбольных кольца, два больших столика. Здесь вот сдувать траву. Здесь какие-то коробки, именно коробки. И здесь вот пляжные стулья. Полочка от книжки. Что еще это такое? Шредер. И обогреватель какой-то. Также вот этот мне палет очень понравился. Здесь два трамполина, но так как мы уже купили себе один, решили не брать. Стойка под телевизор. Очень симпатичненький белый круглый стол. Стол на улицу. Один вот такой пуфик. И один пуфик поменьше. И маленький мотоцикл. За это они хотели 450 долларов. В общем, мы пока не решились. Так, первая коробка. Возвратная. Все мужа как привыкли. Все это возвратное. Как всегда, наше любимое кресло. Причина возврата. Что ты? Так, не вижу, что ты что. Change mind. Поменяли. Не меня. То есть передумали. 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 Нарисовано кресло и какая-то подставка под него. Немножки, чтобы покрасить. Ну, пока оно красиво. Вот, по первому взгляду, да. Интересно, они в каком момент передумали, когда получили или когда... Так, это скинь, скорее всего, да? Смотри, как красиво. Красиво. Да? Ладно, давай, сейчас я быстренько его достану, соберу, и ты ваше. Понятно. Ну, привлакуем. Нет, не лакуем. Просто запечатано, да? Собрал я это кресло. Оно качается, раскачивается. И пуфик у него тоже качается и раскачивается. Замечательно просто. Очень удобно. Спина отдыхает. Руки тоже. Ребенка можно так держать, если так чуть-чуть низковато. Подушечку подложил под локоть. То есть ты имеешь в виду, это только для кормящих мам? Ну, в нашем случае, да. Или для укачивающих ребенка пат. Погоди, а просто телек на него смотреть не вариант? Ну, что-то ребенок, что ли, вышел так раскачиваться. У нас сейчас запрыгнет на него, и все. Ничего. Какого-то, да? Нашли это кресло в Волмарте. Вот оно все заказывается так же. 160 долларов. Такое же, абсолютно новое, удобное. Так что 100% оставляем его себе. А, возвратная коробка. Коробка возвратная. Здесь есть причина. Я, правда, не вижу. Где причина? Вот здесь вот. Ну, вонгер, вонгер. Больше не хотят они его. Больше не хотят? Да. Но она гремит внутри, она явно открывалась. Давай я ее сейчас соберу, и потом... Самое главное, чтобы ни слова не было. Да. Давай я соберу, а потом посмотрим. Так, я ее собрал не до конца. А сейчас я объясню, почему. Зачем я сейчас все сделал? Для того, чтобы было понятно, как это в итоге будет. Здесь и будет крышка. Здесь и будет нога. Ножки. И это все вот так вот встанет. И эта часть будет сверху. Здесь будет телевизор. Ну, скажем так, все остальное там. Почему я не до конца собрал? Вот эту вот ножку я прикручивал. Здесь есть специальный паз, и она вышла со своего места. Тут надо просто у нас наклейку садить и туда. А вот это вот, мне кажется, это сама причина возврата. То есть те ребятки, кто его изначально купили, по каким-то причинам сумели его сломать и, ну, в общем, она вот развалилась. Это, ну, то есть они вот их четыре. Она вкручивается друг другу. То есть это вот так вот. Скажем, это такое место, такой пятотек, куда должна встать нога. И сама сборка, вот что я вам показывал, сама сборка должна начинаться с этой крышки. Сначала сюда вкручиваем вот эти вот короткие ноги. И потом к ней, стало быть, то есть это вот так вот будет. И потом к ней это все накручивается. Я просто собрал для демонстрации, что нужно, как она будет. Это тумбочка по телевизору автоматически переходит в раздел ремонт и восстановление. Хотя это на самом деле не так-то много чего делать, но восстановить его надо. Сейчас ты пока показать не можешь, поэтому... Сейчас я не могу, да. Это надо все заклеить, приклеить, поставить, собрать до конца. Для того, чтобы продать можно было. Нам она не нужна, ее на продажу. В общем, тумбочка переходит в раздел ремонт и восстановление. И стоимость. Эта тумбочка, она для маленьких телевизоров. Да. Максимум 40, а у нас он 50-60. Этот, да, 55. Вот его стоимость 33 доллара. И вот его размер, телеск, который она может на себя... Да, да. 40-60 дюймов. У нас это инчи, но там в Европе это дюймы, да, по-моему? Сантиметры. Нет, это дюймы. А. И как она выглядит? Вот она, самая тумбочка. Игровая комната. И эту полку мы решили оставить себе больше для порядка Эльзы, чтобы она могла организовывать свои игрушки. Конечно, у нее чаще всего получается примерно так. Но она старается учиться, и мы, конечно, надеемся. Надеемся, что она в скором будущем сможет наводить порядок сама, без нашей помощи. Мусорный бак. Опять тебе заклеен скотчем. Как всегда. Как всегда. Вот они наклеены. Наклеены. Что-то от руки написано. Смотришь. Лит крак в бак. Крышка поломана сзади. Треснута. Треснута. Ну да, она треснута в один скотч. Вот здесь. А, да. Вся причина. Так, пробуем. Работает. Не до конца как-то открывается, да? Гадик. А она криво идет. У нас здесь отреснута. Вот в этом месте она, видишь, отреснута. Вот здесь. Я думаю, сюда клею аккуратненько и налью. И прижму его вот в этом месте, чтобы она так не гуляла. Да, это можно вынуть и аккуратно там поработать. А вообще она должна открываться. Да, и вот колечко. Кладешь туда мешочек, открываешь колечко, и колечко держишь, чтобы мешок не улетел. Ну да. Нашли мы этот мусорный бак в магазине Бэт Бас. Мы ее. И вот они говорят, что у них обыкновенная цена. 60, со скидкой 48. И... Хорошо подходит для кухни. Да, это как раз-таки наш бачок вот с этим крыльцом. Крыльцом? Что? Крыльцом. Нет, кольцом. Ну вот это. Хорошо, ладно. Пускай будет крыльцо. 48. Отлично. Далее у нас идет, я так понимаю, что это стул пляжный. Очень похож. Но он опять-таки возвратный. Вот здесь что-то они написали. Что написали? Я не могу разобрать. Написано... Да, значит. А вот здесь что-то от руки написано. Фабрик. Бэк. Хоум. Слиц. Уэтензем. А, пропускают воду, что ли, вот из-за того, что здесь порезано. А, ну так вот он порезан. Пропускают воду. Чехол пляжный. Чехол пляжный. Чехол пляжный. Чехол пляжный. От руки пишут, конечно, курица лапой. Не понятно. Ты думаешь, это стул? Может, это зонтик? Не знаю, мне кажется, это стул. Рождество у него похоже. А, да. Вот здесь вот тоже смотри. Это так должно быть интересно. А, это да. Это может быть, они так и открыли. Ты имеешь в виду там и тут прокнули сразу? Да, да, да. Да, здесь не должно быть этого порезанного. Видишь, что ли? Интересно, если я у меня, я сейчас туда не... Да, вряд ли. Ну как? Ну как? Ну ты знаешь, я в каких-то странах. Вот как-то вот... Не знаю, не нравятся мне такие стулья. Мне просто они мне не нравятся. А так, в целом, ничего здесь можно. Ванночку поставить, бутылочку спью. Но у нас четыре стула пляжных есть. Да, вот те стулья мне нравятся. Слушай, Валер, ну что с таким будем делать? Ты знаешь, по идее можно поставить всю заплатку, там как-то заклеить, я не знаю. Потому что существуют такие вот эти вот типа скотч, которые даже воду держат. Наверное. Наверное, можно за что-то пришить. Вот так он абсолютно новый стулья. Да, так он новый. Единственное, что я могу... Мы же это не будем его зашивать. Потому что просто по той причине, что у нас есть стулья. И нам дополнительный стул не нужен. Я предлагаю... Наверное, спросим у наших зрителей. Может, кто рядом живет. Может, кому это интересно? Да. Да, приезжайте, забирайте. Если кому интересно. Да. А если никому не интересно, то, наверное, наша девочка вопросов добьет. Она спокойно сидеть не может, она его точно добьет. Коробочка возвратная. Тут уж ничего особо нового не написано. Просто возвращаем и все. Причины нету, да? Причины я не вижу. А ее по почте перевозили. Джексон из Флорида. Ну, окей. И она была уже заранее открыта. Тут у нас... О, хелло-китти. Самокат. А у Эльзы такой есть. У Эльзы не хелло-китти. Ну, я имею в виду у него... О, смотри, тряснутый. Где тряснутый? На мозгке. А, вот и поэтому его и вернули. Он у нее... Смотри, а здесь вот... Как будто чего-то не хватает. Он не должен... По-моему, должно быть, нет? Нет, здесь должен быть штырь. Сюда втыкается штырь. И вот так вот, знаешь? А, да-да-да-да. Здесь дырочки, дырочка еще, они... Тыкаешь вот тут. Ага. Если я правильно помню, и штырь втыкаешь. А-а-а. Штырка нету. Вообще ничего нету. А здесь... А, вот здесь вот фонарики будут светиться. Видишь, куда это выдергиваешь? Угу. И фонарики тут светятся. У Эльзы похожий самокат. Вон. Да, его наклоняешь. Да-да-да. Руль такой наклоняешь, и он поворачивает. Из-за того, что вот эта часть треснута, его скорее всего вернули. А штырь этот может подобрать? Какой штырь? Ну, это штырь, да, его может продать. Ну, тогда нельзя ставим. Чего? Опять? Ну, а ты сможешь его продать? Да? Чуть-чуть подешевле цену скажешь, и все, скажешь, что вот здесь сломано. Все, и продать его. Закейт-ли не нужен. Он ей не по росту. Да, но ему... Тот, который у нас есть самокат, у него эта ручка выдвигается, а здесь нет. Мы его продадим, пока он не искусит. Окей. Есть этот самокат в Омброте, и его цена 17 долларов. А, по скидке сейчас, а так 38. А, да, это со скидкой, так она 38. Ух ты. Ну, потому что я помню, мы свой брали за 25, где-то 27. Похожий был. Еще один возвратный товар, опять наклейка здесь, наклейка здесь, что он возвратный. Причина не указана. Это что у нас? Это что? Причина – это зима прошла, холода прошли. Пора про деньги заберем, да? Конечно. На следующий год обратно возьмут. Наверное. Наверное. Это имеет какой-то смысл. Хорошо. Закрыто красиво. Угу. Есть. Есть. Знаешь, это куда хорошо будет? Да. Кабинет. Там на первом этаже у меня прохладно. Знаешь, когда сидишь, тело не двигается. Хорошо. Давай попробуем. Так, пикнул. Ну, тут пульт есть. Батарейк, а батарейка нет. Угу. Давай попробуем. Давай так попробуем. Давай так попробуем. Вот что-то дует. Должен греть. А пока дует... Уже теплый. Теплый уже? Да, уже теплый. А, все. Да, дошли до меня тоже. 75. О, здесь температуру можно, да, выставлять? Да. О, какая красота. Это все в фаренгейтах? Ну да. Так, а теперь, ну-ка, давай-ка мы его... Смотри, там камер есть. Так, вот он тут и сюда. Нашел я, куда эта штука вешается. Она вешается вот здесь, сзади. Раз, так, чтобы не потерялась. Нашли мы его в Волмарте. Его стоимость 54, ну, 55 долларов. Дует теплым воздухом с этим, с пультом. Какое у нас? Мы, мы оставляем его себе, потому что Карина любит такие вещи. Она у нас мерзлячка, ей вот нужно. Еще один товар, тоже возвратный. Какой-то мягкий упаковки, даже есть причины. Причем две. А, сколько штук? А, no longer wanted. Больше не хотят? А здесь еще... Больше не хотят. Тоже фантоскоп. Что такое фантоскоп? Не знаю. Вот тебе один. Один фантоскоп. Вот тебе два. Это подушечки, нет? И вот тебе вот сам фантоскоп. Сейчас. Главное, ее не поранить. ничего себе. Сразу надулась. Как она надулась. Вот это да. Я не часто открываете подушку, чтобы прям так быть к этому готов, понимаешь? или чехол. Фантоскоп пишут. Или, может быть, по-другому? Фантоскоп у меня, знаешь, ассоциация что-то там с медицинскими... Наверное, по-другому. Наверное, я неправильно его... Может, по-другому оно как-то правильно произносится? О, эльветовый. Такой нежный, да? Да. Отлично, где его? Вот здесь вот зипер у него. Обещайте. Ага. Ну как? Мягкая такая. Трогу сама. Очень приятно. Мягкая, да. Хорошенькая. Все. Отлично. Оставляем их себе. Да, да. Ну вторая такая же. Вторая такая же. Окей. Так, вот эти подушки в Волмлете. с Nike 16 долларов. Одна. Одна. Каждая по 16. 32 доллара за подушки. Следующая коробка снова возвратная. Только причина не указала. И гремит. Уже это все. Гремит на все жутко. Биде. Биде-отачник, смотри. Вот это вот? Да. Это может быть что-то для биде, не само биде. Ну, это вот, вот это, по идее, должно быть. Сейчас вот тут открыть и посмотреть. Почему отачмент? Отачмент – это как приложение. А может, приложение к унитазу? Да нет. Комплектующий, скорее всего. Комплектующий, да. Это что-то есть, это есть. Здесь надо смотреть. Меня обманули, по крайней мере. То же самое, что и на картине. Так, вот эта вот часть. Температуру можно установить? Какую температуру установить? Здесь вот еще. Это включить-выключить. А это что, Сельсия? Нет, я не думаю, что… Как ты, шланг один, как ты температуру будешь установить? Не знаю, что это. Холодно-горячее, ты там два шланга должно быть. А здесь один. Что есть, что тебе подключить, то и используй. Его пробовали. Пробовали, да. Если я правильно понимаю, как эта штука устанавливается, она устанавливается под сидушку унитаза. Вот, видишь, под сидушку унитаза. Угу. А дальше, я не понимаю, дальше надо смотреть инструкцию. Как-то она вот может дыжать. А, ну вот здесь вот так, вот так, вот так, вот, скорее всего. А может, я что-то ошибаюсь. Ну, давай посмотрим инструкцию. Потом снимем. Эта штука, понятное дело, вода, она подключается. Накиска там. Это сюда, вторая часть, вот сюда. И вода у нас поступает вот, скажем так, в эту штуковину. Эта штуковина садится под крышку унитаза. Ну, в смысле, вот под эту. Эта штука, эта штучка ставится здесь снизу. Она закрепляется. И этот третяшок меняет положение назад-вперед. Отсюда брыжет вода, вот с этой дырки. Включили, и пошла вода. И можно мыть. Подмыться. Подмыться. Да, спасибо. По какой причине вернули, непонятно. И на данный момент я не могу ее установить, скажем так, нам, на наш туалет. Нам это просто не нужно. Что по стоимости? А, стоимость. Его стоимость. 27 долларов. Картинка. И картиночки, вот его картиночки, пожалуйста, ставьте, устанавливайте, и она вам должна работать. То есть, понятное дело, что один шланг – это единственная вода, какая будет. То есть, холодная. Хотите холодной – пользуйтесь. Нет? Ну, извините. Окей. Это изряды водноходящие. Для нас непонятно. Выглядят, как будто две пустые коробки. А, они возвратные. Найс. Это написано «Tacking box for wardrobe». Это будет вот такая коробка. Это одна вот такая коробка? То есть, это не две, это одна? Нет, это одна коробка для туманчки. Тумбочки. Ну, что? Я думаю, это… Так, стоит она там, по-моему, 5-3 цены. Ну, 5 долларов. 5 долларов. Вот коробочка. Не знаю, что она возвратная, наверное. Непонятно. Купили несколько штук, может быть, знаешь. А, она не пригодилась. Ну, большая коробка. И она имеет какой-то вес. Все, возвратная. Причина? Возвратно. Change mind. Передумали. Передумали. Здесь то же самое. Американо-2. Что такое Американо-2? Два Американо-2. Два Американо-2. Передумали. Так. Показывай Американо-2. Что это такое? Да что-то какие-то. Назик. Назики. Совсем маленький тазик. Это вот. Утки. казанчик коптилка что значит на что похоже костер готовь похоже на это коптильницы но не коптильницы зачем да нет это уличная на улицу наш то скорее всего снизу просто насрутся дорогие лучше дрова подкладывать смотри вот вот она нет это так должно быть нет америка на гриль это грей гринц electric water smoker гриль она электрическая и на воде видимо воду туда наливаешь и вот все его часть так вот на это грильница грильница готова то есть она в двух вариантах здесь наверное что-то можно сайте они говорят что можно вот так можно электричеством пользоваться можно эту штуку вынуть этот нагревательный элемент и использовать его в смысле здесь закон заслонка такая есть и углями можно пользоваться это первый вариант а вот это вот второй вариант как мангал да с углями так как мангал это уже точно коптильница да но это я не знаю мантышница наверно вот здесь вот ту самую нижнюю чашу наливаешь воду и у тебя вот здесь я вот в этих плохо понимаю ну в смысле мало с ним закон там вода сюда что-то можно и манты нужно и овощи на пару делать наверное наверное да вот вторая часть и вот крышка на вот она тема тела тут есть окошечки наверно подглядывать может быть воздух выпускать мне кажется воздух вот отсюда наверно да здесь поддуваешь здесь открываешь нас всякий вызов уходит горячий а термодатчик касается проверить работают ли вообще нагревательные элементы не работает давай попробуем давай так и лампочка никакой не загорелась вот загорелась она горелась ну да шум пошел пошел а горячо пошло да да пошло тепло да кориченький ну все значит работает я так не люблю ой вот даже запах 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 но новый и поэтому нашли мы его в амазоне его стоимость 96 долларов они говорят что его можно использовать двух видов так или так а я чувствовал с amazon этого образ вот они тут воздуху пускать ну тут рыбу и так далее ничего будем сидел заставляем себе на этом наше видео заканчивается это первая часть распаковки итоги этой распаковки мы напишем на экране увидимся в следующий раз всего вам хорошего мира и добра пока-пока всем пока-пока пока-пока